Здарова с вами снова Андрей Скутерец и сегодня я вам расскажу про то чем является и что это такое зит курьер 200 блин сука это просто самое сложное начало видео в моей жизни было аж ногу свелок и так это исчадие ада выпускалась насколько я понял с 1993 года по 2002 почти 10 лет соответственно данная штуковина снискала огромную популярность у народа ведь просто так не выпускают самопеды целых 10 лет практически но на самом деле я таких аппаратов за всю свою жизнь видел всего лишь два или три поэтому хрен его знает что это такое если вы знаете что это такое то напишите в комментариях сколько в своей жизни вы видели курьеров двухсотых почему же были на этой исчадия ада да потому что сегодня мы решили снять на него обзор и прошло с момента решения о съемке о начале съемки 5 часов и только сейчас мы начали потому что то одно то другое то третье короче это адово колесница просто постоянно отказывается нормально работать ее постоянно надо материть и постоянно толкать выдыхаться охреневать лишь бы она как-то поехала потом проехала она 30 секунд и снова заглохла потому что грибучий к 65 карбюратор ни хрена не сосет бензин его постоянно надо на ходу телепать пальцем в этом весь совок хотя на самом деле это не советский мотоцикл а получается уже российский ведь выпускаться начал с 93 года как всем известно 93 ты год это уже россия наверное или я чего-то не понимаю напишите мне опять же опять же об этом в комментариях ладно начну рассказывать про данный мотоцикл начнем пожалуйста его истории история у этого мотоцикла такая же сложная тернистая опасная трудная примерно как и у мотоцикла урал началось все завода имени дегтярева насколько я понял а так википедии немножко почитал там восходы были короче зит курьер это и есть восход в общем это восход но одновременно зит курьер и при этом при всем 200 зит он называется и при этом при всем он еще называется восход 3м 01 короче я не знаю кто-то явно напортачил либо в энциклопедии либо на заводе была какая-то путаница небольшая в общем и целом раньше были мотоцикл восход я снимал восход 3м потом там еще какие-то восходы выходили после этого появился зит сова это была такая более дорожная модель хотя ее называют переходной в общем ни о чем мопед и после него только появился зит курьер это уже супер тюнингованная сова у которой моно амортизатор стоит типа для оффроуда лучше и все такое у которой не знаю что там поменялось короче постоянно никита мелочи меняли присрали это амортизатор говорят его вырывает потому что присрали не очень удачно в общем вот такая история надеюсь я вас просветил а теперь начнем рассказывать про данный мотоцикл чего в нем там есть и как она едет покажем может быть даже если сильно повезет хотя нет я расскажу сперва с чего началась история именно этого байка потому что этот байк мой я его купил себе за 50000 рублей тут наверное в комментариях мне напишешь конченый лох зит курьер 200 за 50000 рублей были над долбанутым надо быть хотя я посмотрел объявления и в объявлениях более усосанные зитки продаются по 35 так что может быть я не совсем лоханулся а для чего его взял да потому что я хотел сделать какой-нибудь безумный проект по старой памяти у нас на селе было бобина зит курьер мы звали бобиной так что это я буду звать бобиной я решил вспомнить молодость да и все пацаны меня на это подбивали и купили мы эту бобину а потом посмотрели на нее поняли что проект из нее нихрена не получится потому что даже ничего проектировать она уже идеально нафиг здесь есть все то что нужно пацанам на селе а что сейчас выпускает завод зит я даже не знаю наверное какую-нибудь хреновню полную вот это наверно последний был нормальный байк от этого завода двухтактный настоящий злой железная все остальное уже пошло китайская шляпа всякая поэтому данной байке я думаю должен быть достаточно вам интересен хоть он нифига не распространен иван тут рассказывать чего у него на бобине было на хрен какие у него вилки от чизета фары какие-то general electric все это гребаный колхоз у нас бобина полностью в стоке и полностью в идеале я таких бобины реально в жизни в своей не видел именно поэтому я и решил ее купить ну потому что вы просто посмотрите это пушка это гонка настоящая нет ладно начнем рассказ об этом байке короче как обычно по традиции начнем с двигателя двигатели было две версии 175 кубиков и 200 кубиков различия в них были 14 лошадей и 15 лошадей не особо круто короче они различаются первый движок по заявлениям владельцев разгоняется где-то до 105 километров в час а второй до 120 а это уже достаточно серьезно для такой хреновни на которой я сейчас ехал 30 и мне было очень страшно короче у нас именно 200 движок что в нем есть особенного это двухтактник двухтактники как я вам всегда рассказываю очень злые но это не про этот мотоцикл потому что он по советским технологиям сделан короче башки нет как вы видите просто плоская хреновня но это и есть башка ребрение здесь воздушное охлаждение 15 лошадок 200 кубиков больше ничего не нужно знать об этом двигателе коробка четырехступенчатая передачи выпадают что на новом что на старом шинул сосаном что на хорошем нормально выпадают они короче но втыкаются ездят там разгоняется максималку пока не пробовал может быть сегодня посмотрим на нее карбюратор это просто сказка на урале у меня два точно таких же карба стояла к 65 называется это просто какой-то грибучий случай я хуже в своей жизни ничего не видел на урале эти карбы каждое утро выходишь заводишь понимаешь что надо настраивать по новой здесь же настраивать почему-то нихрена не надо только он просто не сосет бензин то есть ты открываешь кран кран кстати здесь с другой стороны у бака у всех он слева здесь же справа есть резерв есть не резерв короче все нормально но бензин до карбюратора не доходит пока пойдем лег покажу чего пока ты не сделаешь открываем этот долбанный кран и показываем вам как все это функционирует вот здесь есть вот такая хреновня называется утопитель поплавка ты его жмешь и бензин такой хлоп и начал ссаться вот и тебе были на эту хрень чтобы нормально ездить нужно жать на ходу постоянно потому что пока ты ее не нажмешь вот сейчас он наполнился этот карбюратор ты газуешь 20 секунд он сжирает топливо его опять нет в карбюраторе поэтому через грёбаный глушитель нужно лезть и телепать эту хрень я думаю вы со мной не будете спорить что это не очень удобно короче либо карбюратор бракованный либо можешь просто его надо перебрать потому что бобина бобин стоял то у нас целых два года в гараже но сегодня не об этом будем говорить уже поговорили об этом пойдем дальше рассказывать мопед технологичность его на этом не остановилась на всех совках которые я видел до этого всегда были обычные прямые трубы но иногда бывали резонаторы здесь же резонатор прям полноценный вы на него гляньте прям как на красочи некоторым не нравится этот глушитель потому что он работает на средних и высоких оборотах типа у бобины нет низов поэтому некоторые колхозят туда другие глушители ставят чтоб не за появились а некоторым нравится что она едет ну типа наверхах построить с другими мопедами тут никаких верхов нет хотя и тяга в принципе нормально мы с шумом только что сюда ехали вдвоем ну как ехали я сел шума и растолкал запрыгнул на ходу я случайно газу дал шума чуть не опрокинул он говорит отчет хорошего этого аппарата ладно едем дальше почему мы его заводим с толкача да потому что вот здесь на одном валу у бобины технологичный байк не на одном японца такого нет нафиг здесь лапка переключения передач и тут же должен быть кикстартер на одном гребаном валу блин ты его поворачиваешь вот сюда дергаешь он заводится по он складываешь уже переключаешь передачи все в одном месте но качество этих деталей я не знаю наверное уже новые здесь стояли совковый покрепче чуть-чуть бывают шлицы немного слизывает я уже ставил новый вал сюда новый кикстартер все пришлось выкинуть на помойку поэтому бобины заводится исключительно с толкача в принципе как всегда у нас и было ведь твоя бобина иван с толкача тоже наверное заводилась нет всегда 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 скика и не слизывала оглушилась она потом мне говорят что они всегда глушилась потому что начиналось калийное зажигание типа она как дизель работала да это когда мы сидермана в болоте застряли так и очень сильно перегрели в этом болоте так и появилась калийное зажигание что вы делали в этом случае выдергивали свечку она все равно работа дергиваешь короче свечной колпак мопед все равно работает и дальше ждали пока бензин короче у них не кончится ну ладно с этой бобиной такого нет здесь достаточно просто остановиться и она заглохнет сама не надо ничего делать можно конечно кнопкой вот этой заглушить они все работают можно замком зажигания заглушить калийного зажигания здесь пока еще на моей на моем опыте на моем этом при мне короче не было здесь такого ну а чё тут блин рассказывать еще больше нечего рассказывать двигатель самая интересная часть этого мотоцикла потому что ничего другого здесь нет но я попробую вам рассказать что здесь есть еще глушитель сзади есть работает достаточно тихо правда мотор звенит громче глушителя в 10 раз ну с этим ничего не поделаешь кстати надежность движков этих я посмотрел так пацаны видео снимают даже в дальнике ездят на этой хрени я всю жизнь свою думал что двухтактный совок это жопа это из своего села даже нельзя выезжать потому что у тебя постоянно заклинивает двигатель потому что у тебя постоянно какие-то задиры постоянно свечки умирают постоянно блин все короче у них отваливается но нет на бобинах ездят реально в дальнике ну естественно эти пацаны наверно перебирать двигатели полностью всяческие технологические трюки там применяют типа в поршни чего-нибудь проточить тип там коленвал отцентровать типа там но вы поняли надо основательно поработать над этим двигателем чтобы уехать в дальняк но это реально возможно оказывается едем дальше там есть фильтр бокс то даже не нулевик а нормальный фильтр бокс и там стоит фильтр я не знаю какой потому что не вскрывал здесь все из металла и чтобы это дело вскрыть нужно сперва снять седло снимается она кстати здесь очень легко осмотреть как тут все это выглядит под седлом классно просто сплошной металл и больше ничего ну короче здесь вообще ни хрена нет хотя у некоторых видов здесь есть то ли масляный бак то ли масляный насос нет скорее всего бак короче у них даже раздельная система смазки была то есть ты залил себе масло его тебе хватает на все лето потому что удалит рука входит а хавает он масло ну прям вообще мизер ладно сейчас не об этом у нас его нет под сиденьем нет ни хрена только вот это вот пространство с кучей проводов туда можем чего-нибудь затолкать и все больше ничего интересного чтобы добраться до фильтра нужно скинуть вот эти боковины не знаю зачем здесь откручивается это фиговина без инструментов потому что инструменты все равно нужны так что блин какой-то какой-то блин спорная это все решение едем далее рама маятник но это полное говнище мотоцикл вообще выглядит как эндуро но он не является эндуро это дорожный мотоцикл с повышенной проходимостью то есть на этой фигне можно кататься по полю по лесу спокойно так за грибами выехать даже питбайк его вздернет в плане крепкости рамы и всего такого в общем у них отрывает амортизаторы рвется раму в каких других местах выпадают двигатели да и вообще в принципе когда чё ты говоришь нет иван зайди в интернет и посмотри про все про это у тебя бобина была затюнена в усмерть люди специально специально наваривают туда всякие косынки чтоб не вырвала амортизаторы и все так у тебя на бобине вообще два амортизатора стояла поэтому не надо мне рассказывать ты не знаешь что такое оригинальная бобина она всегда страдает это мотоцикл дорожный с повышенной проходимости просто съехал в поле не прыжков ничего она не переживет на ней только кататься просто перейдем к рулевому управлению нет перейдем к баку бак здесь огромный я не знаю сколько литров я ничего вообще не знаю я тупой блогер залил сюда 5 литров сегодня бак все равно пустой но зато знаю какой расход потому что в энциклопедии увидел четыре целых две десятых литра на соточку это блин это вам не жопу пососать это очень мало хотя мне кажется они врут но не будем об этом полный бак я думаю на неделю здесь хватит короче дальше из нововведения именно у этого бака появился спортивный руль с перекладиной чё она добавляет я не знаю иван сказал когда с таким рулем они падали он сразу ухлопывался в ноль и его приходилось менять дальше органы управления здесь все вот такие совковые прям как на урале точь-в-точь все кнопочки вот эти рычажки тумблеры приборная панель здесь встроена не фару а прям отдельно вынесена здесь есть спидометр который работает непонятно как указатель поворотов и указатель до дальнего света включен у но они сделаны из пластика целиком непрозрачного поэтому как они светятся я не знаю ни разу не видел наверное никак не светится замок зажигания тоже здесь есть обтекатель спортивный для того чтобы скорость набирать хорошую квадратная фара асвар иван говорит у него чё там генерал электрик стояла причем без лампу он говорит она у него светила вилл она так и называется фар лампа парлампа встроена если на перегорел выкидываешь больше новых анекции интересно короче не знаю как фары могут без ламп светить ну да ладно перейдем к вилке вилку мы видим здесь стоят гофры правда от времени они потрескались это тоже нововведение специально отсеивают грязь чтоб она не забивалась в перья и все это дело не портилось но я думаю она все равно забивается на этом байке вилка не перевертыш работает как говно но это все-таки бобина были ничего тут можно говорить передний дисковый тормоз это опять же спорт это опять же нововведение но дисковый тормоз здесь не совсем обыкновенный он закрыт вот таким кожухом поэтому вы его не видите самое главное здесь это суппорт суппорт дискового тормоза приводится в движение тросиком блин тросиком вы понимаете здесь не гидравлика тросовый тормоз как на гребаном велосипеде но тормозит все равно лучше чем барабаны хотя барабаны с нажать здесь тоже в юс уходят только так все еще можно рассказать но дуги здесь есть кстати что то они как-то закреплены так себе скажу какого года хоть мопед глянем 62 нет не может быть 90 90 90 93 года наверное это мопед ничего здесь не написано дельного необычные моменты этого байка не заканчиваются на том что у него там амортизаторы вырывает кикстартер на одном валу вместе с лапкой переключения здесь цепь с другой стороны прям как на хусквар не которая у меня была цепь закрыта кожухами поэтому обслуживать ее нужно крайне редко намазал разок литолом закрыл это все и забыл навсегда потом уже ваши потомки будут все это обслуживать по колесам чего я могу сказать колеса но они круглые короче и скорее всего не очень крепкие судя по тому как она едет короче это просто это просто груда металла настоящий кандовый байка теперь поехали на нем закатнемся прежде чем начать кататься на этом байке необходимо провести ряд процедур чтобы можно было на нем казаться поворачиваем ключ дергаем тумблер вниз открываем кран телепаем вот эту вот хреновню на карбюраторе чтобы бензин дошел до карбюратора все после этого мотоцикла готов к бою остается лишь только включить нейтральную скорость позвать друга который поможет тебе его разогнать пойдем лёх покажем хоть как он запускается сейчас на дорогу только на ровную выйдем а то по этим грязям я скорее всего перевернуть ну лёх и поехали блин в горку давай О, как хорош! Я все обделал, Лёв. Извини, Лёв. И ку... Работает, да? Все, хватит, бензин закончился. Надо было вовремя телепать пальцами. Приступим к покатушке, ребята. Снова повторяем процедуру из раза в раз. Ждем, пока пойдет бензин. А его просто нет в карбюраторе. Просто. Он полностью пустой. Странное выражение, полностью пустой. Ладно. Попробуем запуститься в одиночку. Со мной просто вся банда едет. Все хотят посмотреть на то, как я умру на этой бобине. У меня в рюкзаке лежит телефон с обключенным приложением. Попробуем максималку ее вычислить. Я себя, конечно, не треснет пополам от такой скорости. Убейте. 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 Есть. Успех. Блин, чуть не разбился аж. Гребучий случай. Ну, потому что на дорогу приходится вылетать. Так что и песок и тормозайте супер дисковые схватывают как следует. Нога болит, блин. Давай бобина. Я обожаю советскую технику. Я ее обожаю просто. Просто обожаю. Ой, это по нашу душу. Добрый день. Что случилось? Да все нормально. Ой, вы б знали, как тяжело с этой батой обращаться. Есть документы? Конечно, есть. Ну, наконец-то. У меня жуткая отдышка, потому что я ее снова толкал. Но теперь мы сможем ее немного затестдрайвить. Максимальную скорость проверить не получится. Ну, потому что у нас по району катаются полицейские. И возникают проблемы. И непонятно, как вообще снимать мопеды такие, на которые то документов нет, то номеров. Ну, да ладно. Короче. Блин, ну давай! Вот и закончился наш тестдрайв. О, едем дальше. Короче, я на бобине на этой уже ездил по лесу. Скажу вам так. Максимальный уровень оффроуда для нее, это вот эта дорога. На что-то более жесткое заезжать себе дороже. Потому что подвеска здесь работает вообще хрен пойми как. Это просто гребаный матрас. Который готов развалиться в любую секунду. И при этом это мопед в идеале. Сейчас попробую показать вам тягу этого аппарата суперского. Разгонную динамику, скажем так. По рулежке, по управлению это полный трэш. Просто вот этот оригинальный амортизатор, вот эта оригинальная вилка, это просто какая-то жопа. Но зато посадка очень удобная, кстати говоря. Сиденье мягкое, жопе никак не мешает нормально себя чувствовать. Ноги тоже стоят по-человечьей. И вообще посадка такая ровная, короче. Туристический эндуро. Самый настоящий. Все пацаны разъехались, короче. Что-то я один походу катаюсь дальше. На бобине на этой. Кстати, походу она ожила, смотрите. Уже постабильнее работает. Наверное, в карбюраторе отложения бензиновые протухшие все размыло. И она начала чувствовать себя бодрее. Спидометр просто прыгает и ничего не показывает. Ну, сейчас выйдем на дорогу какую-нибудь подлиннее, поровнее. Попробую дать газ по вас. Естественно, этому мопеду нужны некоторые регулировки. И карбюратор это можно довести до ума. Но когда я понял, что такое бобина и как с этим жить, я реально решил ничего с ней не делать, а просто оставить ее вот в таком стоковом виде. Не, по любасу надо карб прочистить. Что-то его засирает. Так, тут у нас какие-то проблемы. Я постоянно подгазовываю не потому что мне хочется, а потому что это нужно, чтобы не заглохнуть. Может я на подсосе еду? Что-то больно богатит она по звуку. Это очень страшно попытаться убрать подсос на ходу, потому что она либо заглохнет, либо я разложусь. Но лучше разложиться, чем заглохнуть. Иначе ее придется снова толкать. Так, на ровной дороге. Разгонимся до второй. И попробуем залезть в подсос. Блин, да хрен туда залезешь! Его еще найти надо. Это знать надо, где у бобины подсоса расположен. О, я реально был на подсосе, прикиньте. Так, все, смотрим разгон. Первая, вторая в гору. Первая. Вторая. Третья. Третья что-то сильно отличается от второй. Прям аж еле ехать начинает. Слушайте, ну она бодренько валит. Если не думать о том, что ее всю шатает. И ощущение такое, что вот-вот, прям расстегнется напополам. Это прям мотоциклом можно даже назвать. Люди в разные стороны разбегаются при виде этого древнего зла. О, я увидел мотобайкера. Это, наверное, из моих. Сейчас попробуем, блин, лучше бы я не переезжал лежачий полицейский на такой скорости. Просто все, все работает по страшному. Доброе утро. Так, попробуем повключать фары, поворотники. Так, а чего? По-моему, ничего не происходит. Что-то все поворотники погасли. А фары? О, фары светят. Ну, видимо, тут надо поколупаться в проводке. Вот это вот как хрень светит-то. Я вообще понятия не имею. Песа просто из пластика. Короче, я забыл сказать, что тут еще и лепестковый клапан стоит. А это уже уровень серьезный. Экономия топлива и мощность повышается в разы с такой штукой. Я бы сейчас, конечно, на бобине уехал в лес, но у нас был сезон дождей, и я просто там встану. Из-за того, что погрязну в говне, и дальше уже никуда не сдвинуть. Из-за того, что ее надо будет толкать по говну, чтобы завести. Ну, это мопед способен проезжать по лесу, я ездил. Видос назывался «Все совки говно, что ли, или что-то такое?» Или «Совки тебя убьют». И там я в лесу ощутил всю боль от этого амортизатора и вилки. В принципе, мопед ощущается как очень легкий. Я не помню, если честно, сколько он весит, но он реально не тяжелый нифига. Но если бы он был покрепче, не такой хлипкий в рулежке, и рама не расстегивалась бы от прыжков и больших кочек, то это действительно был бы эндуро. Но у нас на селе раньше, как я уже говорил, была бобина. Она была вся промодернизирована у Ивана. И эндуро она видела самая жесткая. И постоянно выживала. С трудом, конечно, но выживала. Поэтому если разобрать какой-нибудь ЧЗ, добавить что-нибудь от Явы и присыпать сверху это каким-нибудь спортивным ижом, то может получиться аппарат, на котором можно вывести любую эндуро-гонку. Так, все, газанем напоследок и поедем в сторону дома, потому что больше я ничего не могу сделать. Не, на четвертый, вот сейчас я километров, наверное, 80 в час ехал. Действительно, до соточки, может быть, оно и дотянет. О, спидометр что-то зашатался. Гребаные лежаки. Как мне разогнаться по этим дорогам? Не, больше 80 я сегодня точно не осилю. Как же оно смешно, переезжают лежаки. О, сейчас вырулим на большую дорогу. Будем надеяться, что я не заглохну. Снова, перед полицией. О, вообще, походу, все в норме. Попробуем разогнаться. Даже в повороты страшно заходить. На ней, если в поворот заходить, то только очень медленно. Я даже ногу выставляю, блин, чтобы не завалиться. Так, третья пошла. Давай, 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 бобинка, крутись. Масла много налил. Должна смазаться как следует. Ну, сколько, сколько? Ну, километров 80 снова было. Блин, на торможении руль прыгать начинает. Что за ересь? Ну, еще так смешно рыгает, когда сбрасываешь газ. Просто ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Охренеть. Охренеть. Она даже до дома доехала. Это какое-то чудо чудесное. Ну, на этом наш тест-драйв закончится. Ну, я думаю, вы уже понимаете, что с бобинкой я делать ничего не собираюсь. Потому что стоковая она хорошая. Грех даже в такой мопед лезть. И я думаю, вы все прекрасно знаете, что у меня тут начались интересные движения с китайскими мотоциклами. Я начал их тест-драйвить так, как полагается. Потому что больше не могу рекламировать откровенное говно. И что мне нужно для того, чтобы снять вам следующий обзор на китайца. Настоящий такой хороший обзор. Мне нужно купить своего собственного китайца. Потому что ни одна фирма мне не даст аппарат для того, чтобы я его неделю тестил по полной программе. И показывал, что у него отваливается. И разбирал, и показывал, что там внутри. Нет, никто мне этого не даст. А со своим китайцем я смогу сделать все, что захочу. Поэтому я решил продать свою Yamaha YZ 125. Чтобы купить китайцы. Они же все-таки дорогие. И при этом, при всем, мне все равно не хватит денег для того, чтобы его купить. Ведь топовый Китай стоит от 200 тысяч рублей и выше. А топовая Япония всего лишь за 160 где-то продастся. Поэтому, ребята, я решил разыграть. Точнее, не разыграть, а устроить лотерею с бобинкой. Покупать ее вряд ли кто-то захочет. Потому что это реально редкий аппарат. А вот выиграть ее в лотерею, я думаю, много кто захочет. Поэтому я принял решение устроить лотерею с ограниченным количеством, грубо говоря, билетов. Я почитал ваши комментарии по поводу лотереи с этим мопедом. Люди пишут, что косарь это дорого. Потому что не каждый же выиграет бобину, а только один. И людям будет обидно, те, кто скинут косарь и не выиграют бобину. Поэтому 500 рублей, я думаю, вполне адекватная цена билета за то, чтобы выиграть вот такой аппарат с документами, который можно поставить на учет, допилить там как-нибудь по-своему и ездить. Поэтому я объявляю начало лотереи. Для того, чтобы в ней поучаствовать, нужно перейти по ссылочке в описании на сайт, где можно отправить пятишку. При этом обязательно нужно указать в сообщении любые свои контакты. Будь то номер телефона, ссылка на ВКонтакте, ссылка на Инстаграм, что угодно, чтобы я мог связаться с победителем. То есть ссылочка в описании, вы закидываете пятиху, это все фиксируется, отправляете сообщение. И после того, как наберется 140 человек, то есть по пятишке это получится 70 тысяч рублей, я ее покупал за 50, ну двадцатку добавим за то, что возможно доставка будет куда-нибудь до Владивостока. Либо можете переходить в мой инстаграм, там я тоже объявляю розыгрыш, и именно в инстаграме будет стрим, где буду выбирать победителя. Короче, если кто захотел, участвуйте, а кто не захотел, не пишите, что я ублюдок и хочу навариться. Мне нужны бабки на китайский мотоцикл. А с вами был Андрей Скутерец, ставьте лайки, пишите комменты, даже плохие можете писать, а можете и дизлайки ставить. Всем пока. Мне дизлайки не надо.